хочу показать вам очень интересный сорт арбуза под названием луна и звезды он отличается от всех остальных сортов тем что на темно-зеленой кожуре вот посмотрите присутствуют маленькие точки желтого цвета и большое такое пятно желтые что и дает название сорту луна желтая побед большое пятно луна это звезды вот на этом плодике мы видим два больших пятнышка все поменьше такой интересный плод это еще маленький плод весом где-то килограммчик еще растет вот еще один плод тут нету большого желтого пятно не обязательно каждом плоду будет пойдем в эту сторону вот посмотрите тоже большое желтое пятно маленькие пятнышки этот плод без большого желтого вот так же тут пойдемте на другую сторону там у нас еще есть посажены эти арбузики в общем этот сорт отличается еще и тем что у него очень хорошая сухоустойчивость вот вот это уже большой вот еще один тут совсем мало желтых пятнышек чем я выращивает два сорта один с красной мякотью 2 с оранжевой мякотью вообще большой 5-6 известен попозже данный момент вам показываю сорт с красной мякотью вот лодик это вот сорвал уже пробовать на вкус в общем этот сорт известен в америке еще с 1926 года там был какой-то фестиваль не нашел название в интернете в общем то этот сорт представили под названием солнце луна и звезды сейчас его называют просто луна и звезды потому что как правило одно большое пятно и куча маленьких у меня он вырос плод и он показывал сейчас опять его покажу двумя крупными пятнами можно его назвать тогда назвали почти 100 лет назад вот он с большим пятном поменьше пятном еще во время роста это пятно тоже увеличивается этот сорт с красной мякотью сейчас мы разрежем и посмотрим на него листочка не вот так же все желтую точку если обычный арбуз просто зеленый листочек то этого вот как видите листочки желтую точечку такой интересный арбуз что я про него еще мог сказать согревает он через 95 дней примерно очень популярен в америке странах европы ну один из самых сладких мякоть очень сочная сладкая сейчас мы его разрежем и покажем какая мякоть